всем привет после долгого перерыва мы наконец-то снова в поле связан он был с тем что шла пассивная кое-какие поля как вот это на котором мы сейчас готовились под пар заранее мы это обговорили и наконец-то и пар подисковали мы попробуем что-то найти в этом году мы здесь работали теперь попытаемся продолжить вот и первый сигнал сигнал мощный но пока мы видим только какой-то гнилой алюминий на черном металле пока не ясно вскрытие будет показывать нам я вообще думал границы какие-то посмотреть алюминия все больше но пока так и не ясно что это уходит она вглубь явно что алюминия на этом изделии было много жалко сгнил моторная рычаг коробка передач бакелитовой ручкой а ну-ка шарик оторвал скорее всего это какая-то техники кусок потому как вот какие-то провода какой-то узел электрический что-то такое кусочек бакелита оттуда вот такой вылетел а вот и рычаг вышел не вышел он оторвался дальше уходит тросовая тросовая тяга техника какая-то она уходит вот дальше надо разрывать тут же провода какие-то ну провода просто примотана не ясно большое количество алюминия тросовая тяга а также то что вот эта бронеплита явно толщиной она примерно пятерочка миллиметров пять было на заклепках приклепано не знаю как ну вот они заклепочки наводит на мысль что это деталь от самолета свету этой детали зелененький наш кусок металла приобретает угрожающие размеры это он еще не весь входит туда и вот под этим углом тоже есть есть полопался раня полопалась на цвет вроде наш самолет алюминий прикрепан мне тоже кажется самолетная плюс тросовые тяги эти ручки они на тросу вот 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 Да, кусочек оказался не слабый. Настало время икс, достаем самолет. Вот такой вот кусочек. Приклепан алюминий, ну явно самолетная самолетная. Мне кажется это дно от какого-то бронированного самолета, слишком много заклепок, так что для бронетехники. Тем более алюминий приклепан. И приклепан алюминий, и тяги на тросу, а не рычагами. Ямка получилась вот такая, не маленькая. Похоже с ней все. Продолжим. Глядишь, что-то найдется еще. И следующий сигнал. В нем пока показались немецкие патроны. В количестве. Вылетают. 7,92 к хмаудеру. Да, они в бумажке были. Примялся. Пачка с патронами получается. Вот они. Пачка сгнила. Патроны остались. Ну, есть мешанка. Есть надежда, что это все-таки позиция. И что-то удастся обнаружить еще. Продолжают патроны там, да? Да, патроны. Ладно, опустимся. Попасть нужно и отвезти ему. Вот. Ее звонят. Еще есть. Еще есть. Будет еще звонить. Какая-то алюминиевая конструкция показалась. А может быть от самолета, конечно. Раз мы уже кусок нашли. Он нас будет здесь преследовать. Ну да. Похоже. А цвет фильтрал. Цвет. 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 Может быть. Но вскрытие покажет. Надо рыть. Как и все куски самолетов, которые мы когда-либо находили. Это ничем не отличается. Он тоже безобразно порван. И расходится во все стороны. вот уже сейчас мы видим он идет вот сюда сюда и уходит еще в эту стену это не отверстие смотри алька алюминий судя по всему рыть нам его еще и рыть ладно попробуем но одну часть мы оторвали отделили ну бросая это какая-то дверца на петлях она вот это вода а вот даже замки унесай замки борт как боковая часть ты его знает явно авиация переборка авиация хранилась неплохо да вот номер шагнила какой-то внутренний технологический там еще часть осталась в одном углу ну номер да вот и эта часть да то что оставалось надо зачем же ты на 3 стена алюминий весь убрать и перезвонить ну вот как то так переводишь воду технологический номер внутри кузова это сборочный ну вот у меня квадратик в этом номере потом будем и слизывать воду отсюда посмотрим что еще продолжаем наши поиски снова сигнальчик в этот раз начало сигнала это немецкая пулеметная лента вот она показалась гнилая но тем не менее она вон даже тащится вот такая попробуем заглянуть ниже пока только луночка небольшая может что-то увидим ниже там показалось у нас крижа щиты качается гильза похоже от кавыка кавыка 40 вон на стрел пулеметный там только шут катался у тебя вот она видишь 792 и вот она 792 пошла родные мои нет это пак 40 противотанковая покажи и поворощай строковка противотанковая оборона туда где ветер направление танка опасно такая вот штуки она приставь к себе к ноге вот ее размерчик еще есть еще пулеметная лента что-то попалось она рукой можете достать можно было посмотреть это получается вторая лента с этой ямки что вот первая вот вторая красивая но красивая консервная банка классическая немецкая банка такая же немного на стрела решили углубить пока по этому же размеру посмотреть вниз с этой ямой похоже все там уже едно найдено дорылись по дну идет на стрел в количестве здесь каком-то наковыряли продолжим поиски недалеко мы ушли от этой ямы вот эта яма которая с настрелом лентой и консервными банками и паковской гильзой сразу же рядом появился сигнал еще недалеко вон тоже сигнальчики сейчас пока расчистим углубимся и потом посмотрим с этой ямы продолжаю так же идти теперь патроны с дна маузеровский а в этой ямке все так же и шли патроны патроны потом они пошли в пачках вот достаются и попалась лента не отстрелянная точнее отстрелянная но частично вот забиты забита патронами часть отстреляли а часть еще отсталось и вот продолжают идти сейчас дадим все дадим все будет но потом день жаркий работы ведем с помощью такого девайса неизменного у нас создает нам оазис это уже наконец-то точно закончили которая была лента с патронами консервные банки а вот здесь сейчас здоровым да вот здесь что-то глубина уже практически по пояс и только что-то стало там цепляться где-то по-моему в этом углу да вы выждем посмотрим что я боюсь Что-то шкрябается. По-моему, это не гильза. По-моему, это каска. Точно. Немецкая каска. Вот она лежит. Я вижу. Глубоко сейчас посмотрим. Акела промахнулся. Каска-каска. Разукраска. Никакая это не каска. Похож был, как отвальцовка, но это какое-то колесо может быть. Это колесо. Может быть и колесо. Может быть и колесо. Похоже на диск, да? Каска-каска. Нет, это не диск. Путаете зрителей. Каска-каска. Труба. Вот здесь идет металл от флянца сюда. А вон ставлен асбест. Растительная труба. Зарываем. Вроде на стрел шел выше. Видно, когда вложили трубу, туда подсыпались верховые гильзы. И рядом же сигнал. Явно точка пулеметная. И на старуху бывает проруха. Продолжаем. Как-то поля под паром закончились довольно быстро. Ничего на них особо мы так и не нашли. Поэтому переместимся в другое место. Попробуем, что у нас появится там. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавили DimaTorzok 1 сигнал на этом поле сразу попались останки но похоже поле это довольно известно работает на нем давно и плотно похоже кто-то уже копал потому что вот явно черепная коробка на кем-то копана ранее сейчас посмотрим будем очищать смотреть каска наша вот она голова наша каска как не внимали если вот вот эта часть вот она отсюда она была в другом углу то просто закинули потом вот эта часть вот она отсюда выпала она была вот тут а каска вот там и там очень мягко такого пона и кости он так перемешку ну как то так тем не менее будем доставать забирать так вот работает некоторый народ а вот проволока да похоже проволока она была обмотана занята щена пошевели я может в кадре видно плохо вот она проволока землей зажата плюс останки ну бойца покопали посмотрели наш бросили назад порезан как положено это так ладно надо расширить чтобы нормально забрать хотя бы там не пропустить эту мешанину все разобрать хорошо разрываем рядом копаем еще один сигнал вот это тут где копанный боец собираем и вот еще один сигнал рядом еще один копанный боец вот уже отсюда резанные кости вместе с этими костями выскочила одна немецкая пуговица поэтому пока не ясно немецкая шея на отдельно позвонок головы пока нет он тоже перекопан а нет вот наша погонная вот так вот получается два сигнала рядом два бойца оба копанные кем-то поиск у кого-то проходил весело раскопали побросали кости же наверно здесь где второй сигнал две наши саперных лопаты перемеси из костей а в этом сигнале попался кошелечек кошелек это от очков немецких противопыльные очки были монетка внутри монетка давай достанем посмотрим слипся разрывать разрываем три копейки копейки не видно тридцать седьмой три копейки тридцать седьмого года кошелечки было у него вот и все что было на забросим ох ты а здесь был офицер похоже блин перекопали его до погон станостопогонные вставки звезда погон же разорван плюс перекопан кем-то блин похоже офицера расковыряли мог бы быть именной может неизвестно жаль ремень был офицерский опряжка на нем латунная должна быть красиво вот так вот офицерский ремень под пряжку со звездой латунную ремень есть а пряжки нет конечно пряжка нужна самому вот так вот на забрось ремень к нему масленочка одна горловая была у него отвертка трех линейки зипа гранатка была гранатка сгнила капитально если в этой яме кости как то более еще менее крупные вот и побиты лопатой то вот здесь вот просто винегрет из костей такую мелкую фракцию порезан так мелко перерублены кости бойца то есть копали просто через сквозь останки вот так на металл наверное я не знаю можно было копать просто сквозь кости ну вот вот они останки все порезан до этого забрали с этим еще еще нужно повозиться что там нужно выбирать слишком мелко его нарезали трасса рядом все равно покопанные солдаты одну зарыли здесь где был один перекопанный солдат а в этой яме оказалось двое два ремня две лопатки но больше всего нас убедила в этой мысли две нижних челюсти так конечно по останкам сложно понять потому как я показывал мелкий винегрет они порезаны на две нижних челюсти не бывает у одного человека потому что здесь двое а здесь был один все трое наши продолжим еще что-то успеем наверное сегодня еще один копанный наш боец плодотворно здесь потрудились свое время тоже мелко порубанные кости почему думаем наш попалась три копейки 29 года на видео наверное не попадет на 29 года никакого анатомического порядка разрозненно находится позвонок какая-то часть костей не вижу в общем еще один один скорее всего копанный солдат снова наш на такой вот пятачок на нем видно наши залегли кто-то здесь поработал уже до нас так же как это да как эти две надо снова так и расковыривать выбирать так и одиночки похоже отрыты видно по фактуре вот этой попался кусочек газеты не знаю видно ли на видео что почитать орган центральной печати похоже правда потому что здесь орден ленина сохранился что интересно здесь вот написано было про немцев что-то уже не получится прочитать на примере этого перекопанного бойца покажу как работают некоторые поисковики товарищи не товарищи не знаю как их назвать в общем что люди ищут непонятно лично мне непонятно ткнулись попали в быка был диск от ппш патроны ну кости понятно там ребра раскопали он позвонки разрушили там разломали поняли что боец наш и бросили а вот здесь сюда под ноги уже где ноги вот по вот кость на ноги уже не копали а под ногами здесь лежит ппш вот он показался вот он лежит автомат то есть что ищет я не понимаю раскопали бросили диск обратно бойца перекопали частично все справились ну бойца будем забирать дочищать автомат сниму потом когда достанем да это было мыло ну да сигналы здесь скучно видно попали на одного стали зачищать так же как и мы и рядом понаходили еще раз раз это мы раскопали там хвостик от РС вот как то так да не он там сидит еще в отличие от грудинки не раскопаны тоже грудную раскопали а он земле ну нижние копали ну да ну поломаны как же ну вот раскопали вот тут была быка вот здесь вот здесь вот и грудная клетка же здесь раскопали быка раскопали грудную клетку а дальше уже не нужно потому что его нельзя автомат разбит вот ВСМ отдельно вот курок оторвало да курковая скоба отдельно ВСМ отдельно кожух похоже так автомат выглядит ну потом как мы его достанем осмотрим более детально ну предварительно он разбит отломал шейку бойцу похоже досталось свое время вот так выглядит фляга итальянская которая была на нем поворачай ну да вот засветый да да итальянский да разорвало хорошо ну и солдата соответственно порвало не меньше ну и автомат разорван тоже будет здоров это зубная паста ну там может быть и не зуб да со звездой а ну открой пустая она да пустая нет там спички спички тут внутри лежали спички лежат точнее коробок спичек лежал не зубной порошок а спички в этой коробочке вот компас это какой-то командир либо офицер либо сержант либо старшина потому что у него компас ППШ что-то такой командный состав и автомат сейчас будет выдвигаться ну как разбило все разбило конечно ну стоп так может его и не взяли да нет он был в земле под ногами до него не дошли да разбило ППШ конечно хорошо в затвор улетел в затвор улетел да может он там и в яме ствол остался и диска нет это диск может вот этот от него был который там да может вот тут есть ППШ тут обнаружился котелок с ложкой а ложка не подписная нет? да вроде бы какие-то ну дай она царапана дай почистить надо надо почистить обязательно да вроде как буква Н ну да а же это сейчас не копано что ли получается? или просто бросили? а ноги не копали тоже? ноги не копали и там ноги не копали и здесь ноги не копали и там ноги не копали то есть я понял традиционно бьют грудинку и хватит да? вот так здесь работали ложку надо почистить обязательно забрать и котелочек вот такой самый упрощенный вариант самый простой жестяночка патроны эмалированный а нет не эмалированный просто жестяной да ложка так сохранилась на ней может быть что-то видно надо попробовать выжать подошвы запасные это для подошв да это для подошвы подшива подшивать под яловые сапоги запасные нож столовый. Еще один сигнал и здесь наша каска разбитая. Как полкаски головы мне нет, не вон в пролом. Головы нет, разворотил ее конечно прилично. А то головы не останется при таком раскладе. Хорошо раскрыла каску, но надо все равно потыкать, может Костя где-то рядом. Глубоко по сравнению с теми. За разбитой каской немецкая магнитная мина. Подожди секунду, вот она лежит. Сейчас ее достанем. Он отпал наверное. Ну доставай. Ага, немецкая магнитная мина. Она без магнитов. Это ножичком же выковырит землю. А ну стоп. Такая вот штука. Были магниты. Крепилась к технике. Выдергивалось кольцо. Ну колпачок. И взрывался кумулятивный взрыв. Из этой воронки происходил кумулятив. Прожигал броню. Нечасто они находятся. Еще одна ямка. Сигнальчик тоже слабый. Пока тут стреляные ПТ-ерки. Возможно только они и есть здесь. Вот уже 4 штучки. И одна ПП-шачка. Все стреляны. Еще пол часика. Будем на сегодня заканчивать экспедицию. Хватит. И так мы покатались прилично. Кроме ПТ-ерок больше ничего. Ну и сигнальчик был слабый. А еще осколочек там выкопался приличных размеров. Ну и все. Где он этот осколочек? Где-то здесь лежит. Вот мы его отбросили. Такой хозяйский. Крайний сигнал на сегодня. Потому что время уже близится к завершению. Его вскроем. Этим сигналом экспедицию завершим. Сверху пошел немецкий надстрел. Да? 7,92. И патроны в лентах. И патроны в лентах. Поглядим. 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 Такие стальные патроны в стальной ленте. Поглядим. Поглядим. Помимо лент, которые мы здесь уже нашли, оказался и сам разорванный немецкий подмесный ящик. Стальной. Не лезет еще? Да нет, еще подкопать. Не хочет. Подождем. Да, ящик порвала на британский флаг. Вот этот сигнал, скорее всего, это росы. Вот она и дала. И проверим. Заканчиваем. Кроме кучи стальных патронов, разорванного ящикой и стальных патронов в лентах, в обрывках лент, ничего так в этой яме больше не нашли. Явно немецкая одиночка. Индивидуальный окоп. На этом все. В принципе, 150 километров проехали сегодня не зря. Подняли четверых наших солдат, хоть и перекопанных, но тем не менее. Плюс одна есть ложка. Надежд мало, ну а вдруг на ней прочитаются какие-то инициалы. На этом все. Всем удачи. Пока. .